Для того, чтобы достичь успеха в тренировках, нужно сделать 4 простые вещи. Определиться с целями, составить план, начать действовать и контролировать прогресс. Именно о том, как важно контролировать прогресс и как это правильно сделать, я и поговорю в сегодняшнем видео. Контролировать можно только то, что вы можете измерить. Этот постулат из науки управления как нельзя, кстати, подходит для сегодняшнего видеоблока. Именно поэтому при постановке цели нужно отталкиваться от количественно измеримых показателей. Цель просто похудеть или научиться больше подтягиваться, она не четкая и плохая. Цель похудеть на 5 килограмм или научиться подтягиваться на 5 раз больше, она гораздо лучше, потому что сечение времени позволяет вам оценить, движетесь ли вы ближе к своей цели и отдаляетесь от нее, и насколько эффективно вы это делаете. Существует 4 основных метрики для отслеживания своего прогресса. Во-первых, это вес, во-вторых, это мышечные объемы, в-третьих, фотографии и в-четвертых, силовые показатели. Самая простая и самая популярная метрика это, естественно, вес. Ты становишься на весы, смотришь, какой у тебя вес сейчас, тренируешься какое-то время, следишь за питанием, потому что без этого все будет без толку. Снова становишься на весы, смотришь, какой вес и видишь, есть у тебя прогресс или нет. Единственная проблема с этой метрикой то, что она не отражает действительность. То есть, вот можете глянуть на фотографии и убедиться, что 120 килограмм, они могут выглядеть абсолютно по-разному. А это значит, что вес не является тем критерием, на который вам стоит обращать внимание и которому стоит уделять много времени. Второй и более объективный критерий это замер объемов. Вы можете замерить основные свои объемы тела перед тем, как вы начинаете заниматься и затем спустя какое-то время и посмотреть. Потому что если вы тренируетесь, ваши мышцы становятся сильнее, соответственно, растут и объемы мышечные. Это взаимосвязанные процессы. Не может быть сильной мышцы, которая будет маленькой в объеме. Это в принципе невозможно физиологически. Третья метрика, которая следует из второй, это фотографии. Опять же, объективный способ взглянуть на себя со стороны, особенно если вы хотите подкачаться или наоборот сбросить вес. Выделайте фотографии до и после в естественных расслабленных положениях при одинаковом свете, ничего дополнительно специально не напрягая. Потому что вам не нужно пытаться обмануть самих себя или кого-либо еще. Ваша задача отследить прогресс. А для того, чтобы отследить прогресс, фотографии должны быть максимально релевантными. То есть должны быть сделаны в максимально одинаковых условиях. И тогда вы увидите их, худеете вы или нет, сбрасываете в объемы или нет, набираете вы мышечную массу или опять же нет. Если помимо фотографии у вас есть возможность записать себя на видео, обязательно сделайте это. И здесь уже речь идет не просто о позировании и записи на видео разных ракурсов. Речь также идет о съемках того, как вы выполняете упражнения для того, чтобы контролировать вашу технику. И вообще, в принципе, вы можете записывать все, что посчитаете важным для отслеживания своего прогресса. Взгляд со стороны это очень полезная штука, которой очень многим не хватает. Именно поэтому я и рекомендую тренироваться с кем-нибудь в компании, чтобы был человек, который мог бы посмотреть, оценить и скорректировать вас во время выполнения упражнения. Последний в сегодняшнем списке, но не по значению, это отслеживание прогресса по силовым показателям. Если раньше вы могли потянуться 10 раз, а сейчас можете потянуться 20, в той же технике вы стали сильнее. Если раньше вы не могли сделать выход силы, а теперь можете, вы стали сильнее. Если раньше вы потягивались 10 раз с собственным весом, а теперь потягиваетесь 10 раз с жилетом-утяжелителем на 16 с каждым килограмм, вы стали сильнее. А это значит, вы спрогрессировали. Впрочем, с силовыми показателями тоже не все так просто, поскольку они не только отражают ваш прогресс, но и уровень адаптации вашего организма к текущей нагрузке. А чем более вы приспособились к тренировкам, которые даете сейчас, тем менее эффективными они становятся. Об убывающей предельной полезности я поговорю в каком-нибудь из следующих видео. А сейчас пора переходить к заключению. Закончить сегодняшнее видео, я бы хотел еще одной поговоркой. Когда начинаешь тренироваться, то значительные какие-то изменения ты сам заметишь через 12 недель. Через 24 недели эти изменения заметят твои близкие. Через 36 недель все родственники, коллеги, знакомые удивятся, как ты преобразился. Ну а через 48 недель уже весь мир будет видеть, что ты стал совершенно другим человеком. Поэтому продолжайте тренироваться, несмотря ни на что, будьте упорны в достижении своих целей и успехов в тренировках. С вами был Антон Кучумов. Увидимся в следующих видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, предлагайте свои темы для новых видео. Пока!